В Европарламенте сегодня обсуждали увеличивать ли квоту на украинскую продукцию, которую продают в ЕС без пошлин. Проблема актуальная, ведь часть производителей уже за первые месяцы исчерпала годовую квоту. Цена вопроса 100-150 миллионов евро, подсчитали в Минэкономике. Подробности узнаем у нашего брюссельского корреспондента Елены Абрамович. Лена, здравствуй, расскажи, когда ждать окончательного решения по квотам и каким оно может быть? Катя, вопрос с квотами будет решаться также постепенно и с соблюдением всех тонкостей европейской бюрократии, как и вопрос без виза. То есть утвердить его должны три институции Европейского Союза. Это парламент, комиссия, а также совет. И тема квот, как и без виза, далеко не простая. Сегодняшний докладчик на комитете отказался давать нам комментарий, дескать слишком чувствительный вопрос и попросил дождаться начала апреля. Тогда проблему должны обсудить все три политические группы. Некоторые страны побаиваются, что украинская продукция вытеснит европейскую из полок магазинов. Фермы ЕС и без этого устраивают акции и демонстративно выливают молоко. Говорят, пускай лучше никому не достанется, чем будут продавать его за копейки. Поэтому прения между еврочиновниками ожидаются серьезные. Агрокомитет предложил исключить такие позиции, как пшеница, переработанные томаты, а также уменьшить импорт ячменя с 350 тысяч до 50 тысяч тонн. Я работаю с коллегами, чтобы достигнуть компромисса в этом направлении. Напомню, право ввозить ограниченное количество продукции без пошлин ЕС дал Украине в рамках соглашения о зоне свободной торговли. Того самого, из-за которого Россия закрыла свои рынки для Украины. Брюссель решил поддержать Киев и в одностороннем порядке частично открыл свой рынок. Впрочем, для некоторых категорий товаров это стало каплей в море. Как, например, квоты 2017 года на мед Украина использовала уже 11 января. То есть годовую норму исчерпали всего за десяток дней. Похожая ситуация с соками и сахаром. Но есть и продукты, квоты на которые значительно больше. Впрочем, они не могут зайти на рынок Евросоюза из-за низкого качества. Украине дали время до 2023 года, чтобы повысить стандарты качества до уровня европейских. Согласно соглашению о зоне свободной торговли, после этого, то есть уже через 6 лет, Украина и Евросоюз должны открыть свои рынки уже без каких-либо ограничений. Студия. Спасибо, коллега. Это была Елена Абрамович из Брюсселя.